Друзья, посмотрите, какую офигительную игру мне порекомендовали в комментариях. Называется она Троянская война и очень похожа на Stick War Legacy. Ну а меня зовут Перпетум или же Александр. Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравится этот ролик. А если это произойдет, вы можете поддержать меня с помощью лайка. А пока вы это делаете, я расскажу, что тут происходит. У нас есть база. Это Троянский конь, который мы ведем к Трое. Ну и по пути, разумеется, встречается множество противников. Кстати, да, вот их база. Это... Они уже нападают. Это Сторожевая башня и надо сейчас ее будет уничтожить. У меня пока есть только лучники и мечники, но со временем можно будет прокачивать и новых бойцов. Сейчас лучники выйдут и мы справимся, ибо у лучников супер много демаджа. По сравнению с мечниками, это настоящая имба. То есть можно пока строить только лучников и будешь побеждать. Это классный воин. Ну а дальше, конечно, появятся и какие-нибудь гоплиты, и возможно все изменится, но пока... Главное это лучники. Такс, у меня их уже накопилось четверо, а у меня много рабов. Я думаю, можно нанять еще одного лучника, еще одного раба, и тут же попытаемся напасть на врага. У них, кроме мечников, ничего нету. Ну давайте, хорошо, мы тоже немного мечников настроим, чтобы опять же принимать урон на себя. Черт, они их очень быстро производят. Да, нападать будет действительно сложно. Он сам решает, в кого стрелять, с кем сражаться. Черт, врагов много. Хотя наши лучники легко с ними расправляются. Мечники быстро погибли. Но, сейчас мы доберемся до рабов и начнем отстрел. Ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Нет, достают. Все-таки достают. Я уже надеялся, что вы слишком короткие. Коротко руки, коротко стрелы. Но всех расстреляли. У врага только один лучник. Можно безнаказанно шмалять по базе. Ой-ой-ой. А вот об этом меня не предупреждали, что будет подкрепление. Придется немного отступить. Перегруппироваться и снова пойти в бой. У них тоже лучники появились. И лучники их выглядят даже, наверное, красивее, чем мои. Да, лучников и мечников тоже можно будет прокачивать. Выбирая бога, которому мы поклоняемся. Там и Аиды есть, и Зевсы, и все-все-все. Кого там только нет. Кстати, у нас скопилось очень много лучников. Я думаю, можно идти в контратаку. Не терпится вам показать поклонение богам. Я пока никому не поклоняюсь. Не знаю, почему. Ой, смотрите. Когда чувак ранен, он еле движется. Это интересная особенность. Короче, пользы от него в бою будет мало. Пускай сидит на базе. Ага. А они уже тем временем снова скопили войска. Но ничего. Наши ребята уже тоже подошли. И почему-то теперь они наносят мечникам не так много урона, как раньше. Ну ладно, это уже не важно. Не важно, тут по башне осталось несколько выстрелов, и будет победа. Надеюсь, мне нового бойца какого-нибудь дадут. Не терпится. Опа-на. Легкая победа. А вот, кстати, и все доступные мне сейчас воины. Это обычный раб, это лучник, это мечник. Далее будет какой-то гаплит. Видимо, маг похож на Зевса. Циклоп. Все это круто. Но давайте посмотрим. Текс. Артефакты. Бой. Стоп. Артефакты. Да. Охотник. Чтобы ему прокачать. Поклонение может быть Диметрия. Богиня урожая и управляет зерном и плодородием земли. Артефакты Диметрии дают вам сокращенное время обучения юнита, к которому применяются артефакты. А также, а также, а также еще что-то. Стоит это 100 золотых монет довольно дорого. Коня я прокачивать не буду. Эти недоступны. Лучник. Опять же, богинь дает... Ну, бойцы будут быстрее производиться. В общем, неплохо звучит. А на всех остальных мне не хватит. Ну ладно, раз я использую лучников, давайте им разблокируем. Поклонение Диметрия. И, возможно, прокачаем еще и ему. Так. Пум-пум-пум. Давай. Разблокировано. Также у меня есть 700 опыта. Я могу потратить на скорость охоты. Увеличивает скорость движения. И уровень охоты. В чем разница, я не понимаю. Честно говоря, не понимаю. Ладно. Может быть, лучника опять же прокачаем. Талант. Умелая стрельба из лука. Увеличение урона. И скорость атаки за уровень. Еще раз. И еще раз. Максимальная скорость атаки. И максимальный урон. Короче, лучники вкачаны реально круто. Идем дальше. Артефакты. Ну, понятно. Артефакты, таланты. Это все одно и то же. Просто там оно собрано. Волшебный магазин нам не нужен. Что ж, бой. Погнали. Игровой режим по истории. Движемся к трое постепенно. Хотя трое это, видимо, еще не конец. Потом будет какая-то итака. Такс. Этап 4. Троянская война. Могучий гоплит известен как хороший обученный младенец в тяжелой броне с копьями. Ха-ха-ха. Младенец в тяжелой броне с копьями. Но это страшно. Я уже... У меня поджилки трясутся. Фух. Весь покрылся капельками потом. Мне страшно. Отдышка. Уничтожьте вражескую башню. Хорошо мы это сделаем. Но сперва... Оба-на. А лучники-то еще и дешевле стали стоить. Офигеть. А зачем я строю их? Надо же, блин, охотников строить. Ну ладно, у меня есть один мечник. Почему бы и нет? Ну а че у меня не строятся эти... Бомжи. У меня ничего не строится. Алло. В чем проблема? Че-то не понял. Играть снова. Че-то не понял. Прикол. А видимо игра надо мной посмеялась. Я посмеялся над игрой. Игра посмеялась надо мной. Бойцы перестали строиться. Это плохо. Ладно, теперь они снова в строю. А нам предстоит разрушать то ли башню, то ли стену, то ли хрен его знает что. Такс. Еще. Еще рабочие. Сделаем их как минимум восемь. На каждую тушку, наверное, по два раба. А может быть и десять. Почему бы и нет? Враг пока нам не угрожает. Я просто дофига рабочих настроил. Ресурсы позволяют. Олени, благо, бесконечные. А рабочие прокачаны. Ну все. Я думаю, этого точно достаточно. Они уже здесь, елки-палки. Хе-хе. Они уже здесь. Перестарался с рабочими. Надо было... Офигеть. А гоплита попробую еще и пробей. Ну ладно. У нас три лучника на коне. Вообще бояться нечего. Еще двух строим. А они опять здесь. Да. Таким образом лучники вряд ли справятся. И рабочие погибнут. Этого мне не хочется. Добейте его, пожалуйста. Просто... Эх, все же забрал под конец еще жизнь одного рабочего. Но три лучника. А они по одному отправляют своих гоплитов. По одному. Они вообще думают, что творят. Смотрите. Пару залпов и... Но он все равно забирается до рабочего. А нет. Не ударил. Еще. Мне нравится, что тут бойцы производятся гораздо быстрее, чем в Stick War Legacy. Ну и графика, конечно. Но опять же. Вот это вот обаяние стикманов, про которое я говорил в прошлый раз. Ну его нельзя вот повторить. Стикманы это... Это офигенно. И как оказалось, не все любят стикманов. Жалко. Я думал, стикманы идеальны. Так. Ну что вы там? Может быть армию создадите какую-то минимальную? Потому что мне не интересно будет на вас нападать. Я уже создал мега отряд. Мега отряд. Я могу еще построить. Что, два гоплита? Да, у них много брони. Да, они офигенно справляются с луками. Но что вы скажете вот на это, я не знаю. А что тут скажешь? Это прям вообще... Прям жестко. Тут и говорить нечего. Просто дикий отряд лучников. Ну и несколько гоплитов. Они даже двигаться не могут. Просто стрелы... Парализуют их при попадании. Ну еще один гоплит. Давайте еще одного. Ну а почему бы и нет? Можно еще одного. По-моему, этим заходом все и закончится. Так много лучников я не строил еще никогда. Не знаю, сколько там брони у их стены. Изи. Не, ну это было слишком изи. Что, какие-то варвары повылазили? У него какая-то магия, щит. Кто такой еще? Что происходит? В смысле? А какого хрена-то? А-а-а, я такого не видел. А что за щит-то? Может быть с ним только... А, щит спал. Я уже начал думать, что с ним справятся только милики. Появились у меня еще и гоплиты. Это очень хорошо. Но денег на их прокачку, к сожалению, не хватает. Ладно, пойдем так в бой. Плевать. Я думаю, тут без проблем справимся. Этап пятый. Атака мечников. В попытке вернуть себе свою землю, оставшиеся мечники посылают вам все, что у них есть. Выживите после контратаки мечников. Отлично. Да, я знаю, что их можно строить. Бесят такие обучения. Меня уже обучили, как строить юнитов. А мне опять говорят, вот так они строятся. Ну это глупо. Зачем? Иногда держат в играх игроков за полных идиотов. Это, конечно, минус. Ну ладно. Да, я... Да, я умею управлять. Да. Да, я умею управлять. Спасибо. Каждый воин может иметь... Да, я... Вот он умеет щит ставить. Хорошо. Все, можно я теперь буду сам играть? Спасибо. Надеюсь, этот щит он будет и сам использовать без моих команд. Если это так, то это здорово. Они уже нападают, мечники. Не знаю, справится ли один гоплит. Он стоит, ну, как четыре мечника получается. Практически. Сомневаюсь я, конечно, в этом. Но проверим. Мне кажется, да, он один справится. Просто на изи. Они даже чуть-чуть его не покоцали. Слишком сильны. И это делает мечников абсолютно бесполезными в игре. Если гоплиты настолько хороши. Если бы они еще и копья бросали. Ух, вот это была бы красота. И вы заметили, что построенные рабы, они не... Вот это, я понимаю, вот это уже жестко. Построенные рабы, они не идут добывать пищу на территорию врага. Они стараются это делать именно на своей территории. То есть на одну тушу может быть назначено сколько угодно рабов. Это круто. А у меня пока только два гоплита, а у врага мега войско. Я построю лучше еще гоплитов. И нужны еще будут лучники. Не знаю, когда начнется атака, но... Что-то мне страшновато. Что-то мне неуютно. Скажу прямо. Гоплит, конечно, хорош, но их... Давайте парочку лучников. В случае чего лучники смогут по-любому залезть на коня. И оттуда как-то отбиваться. Мне показалось, что я слышал звук рога. И не знаю, показалось или нет, но враг уже нападает. Да, оборона. Четыре гоплита и парочка лучников. Достаточно этого или нет, я не знаю. Но понеслась. Мне кажется, справимся. Они как эти, как саранча нападают на моих гоплитов. И ничего не могут сделать. Ничего не могут сделать. А лучники в это время их просто отстреливают. Жалких этих. Ну да, внезапно это было супер-изи. Прям вообще. Вообще не напрягался. Ладно, погнали дальше. Следующий этап. Шестой. Половину пути до ворот трои мы дошли. Земля управляется престом, который имеет заклинания, способные оглушить пехоту и другие заклинания, вызывающие клубмана. Чувак любит ходить по клубам. Но нет, на самом деле это просто чувак с дубиной. Клаб дубина, ну. Ну, такая вот осадная башня. Конечно, она не сравнится с троянским конем. Тут и обсуждать, в общем-то, нечего. Так что сидим. Ровно на тушах с оленями. Копим рабов. Добываем больше мяса. Потом строим армию. И нападаем. Надо будет прокачать, чтобы гоплиты быстрее строились. Пока слишком медленно. Поэтому даже не особо и хочется их использовать. Да и против магов, наверное, все же лучники будут поэффективнее. Посмотрим. Так, у меня уже 12 рабов. Ладно, добью до 15. И можно будет строить войска. Ну, давайте, хорошо, еще три. Не знаю, зачем я столько хочу. Вот, кстати, эти клубманы. Идут уже в атаку. Потребуются лучники. У нас 17 рабов. 18 рабов. Можно отступить в коня. Лучник справится. Два лучника справятся. Можно построить еще отряд лучников. И, похоже, прист будет стоять в стороне и просто... А нет, он будет умирать. Бедного раба добили. В спину. Как же это было подло. В спину стрелять. Беззащитному чуваку. Ну, так же ведь нельзя. Это ведь подло. Еще один клубман. Но больше этот прист ничего не сможет сделать. Мы просто расстреляем его. Все это дело шлифанем несколькими... Гоплитами. И можно будет идти в бой. У него еще и демаджи дофига, действительно. Он с одного удара практически полностью сносит лучника. Это мощно. Это очень мощно. Серьезно. Ладно, погнали в бой. Или подождем еще. Не знаю. И хочется напасть. И хочется и войска побольше собрать. Даже и не знаю, как поступить правильнее. Ну, у них сколько? Максимум двое. А сколько клубманов может быть одновременно? Один? Да, похоже, один. Стало быть, в стикмане War Legacy волшебники получше. Они могут сразу несколько прислужников вызывать. А этот всего лишь одного. Кстати, смотрите, как войско красиво сейчас будет выглядеть. Вот таким отрядом уже можно идти в бой. Мне нравится. Именно симпатюльки мои. Симпатюлечки. Лучники и гоплиты. Живая стена и живая артиллерия. Понеслась. Четыре волшебника. Ну, как бы тоже неплохо. Ну, что вы скажете вот на это? А, они будут бесконечно их спавнить? Я только одного убиваю, они сразу нового спавнят. Еще и глушат моих гоплитов. Но зато они не смогут отстреливаться с осадной башней. Если мы до нее доберемся, она будет сломана, скорее всего. Плюс подкрепление потихонечку уйдет. Должны справляться. Но не справляемся. Слишком, слишком больно. Эх, пехота вся перебита практически. Но скоро подойдут новые гоплиты. Ой, несчастный чувак идет раненый. У них тоже есть гоплиты, вы меня не предупреждали. Ну ладно, мы справимся и с ними. У мага безумное количество хп, ну и стоить он будет безумно. Мне кажется, сочетание гоплитов и этих пристов... Ух, это будет супер круто. Но на этом мы с вами, друзья, пока остановимся. Большое вам спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч, удачи, пока.